Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Номер девяносто первый. Вопросы и события дня. О войне, присяге, плене. 11 марта 2016 года. Это у нас вчера было, да? О войне. Вчера было. Ну, тут я не сделал. Сегодня сделаю короче, изменить, потому что большие темы решил вставлять по событиям мировым. И отдельно, отдельно. Поэтому здесь будет укорочено. Дальше. Ну, здесь о чем я говорю? Взятый эпиграф. Прочитай его. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Он говорит, я солдат до гробовой доски. Так и получилось. Полковник. Ну, положительно, что себе маршала как брежних не присвоил, хотя в армии была большая. И вот вчера мы говорили об этом. Война, присяга и плен. Это на 90-м было. 90-й номер. Посмотрите, там все написано. И какие заявления подавать в военкомат, чтобы душу не погубить на альтернативную службу. То есть все. Закон Российской Федерации. И все, что об этом говорится. И поэтому не надо доверять молчанию. Молчанием предается Бог. Предается наша душа. Вот везде. Сергий Радонинский, Александр Невский. А дальше мы приводим все места из жития святых, которые отказники были, не брали оружие. Которых убивали, они не защищались. Их вообще нигде нету. Ну, на равных-то можно пустить. Вот есть такие, которые воевали. А есть вот, которые не воевали. Нет, тех замазали, как будто их никогда не было. Почему? С государственной властью. Патриарши, монарши, престолы соединились в одно. Ну как? Дружба с миром есть вражда против Бога. То есть это говорят враги Божии. Скрывай. Так надо еще помнить, что Дмитрий Ростовский был выдвиженец Петра Первого, который устранил патриаршество. Антихрист самый настоящий был. Но у него была своя мысль построить в России такое общество. Все на немецкий лад, на иностранный. И вот он устроил там Всесвятейший Синод, там на свиньи ездить было. Считаешь, ужас берет, что он делал, Петр. И не покоряться ему никак нельзя было. Но Дмитрий Ростовский был такой, что отправили его в Тобольск, а он не поехал. И Петр посетил его. Петр, император. Поговорили с ним и оставил его Ростовский. Это в святость поставлено. Остальных всех данного архиерея посылали, куда туда ехали. Это единственный, который фактически не покорился. И он одобрил. Почему? Потому что он все Дмитрий Ростовский делал, так, как скажет император. Все. И вот даже он, когда писал «Житие святых», ну, писал-то все это, стилизация была полная там. Я их насчитывал, заставлял каталоги, колокольчик давал, чтобы увидели, где они сходятся с Евангелием, со Словом Божиим. И он, однако, написал про это. Отказники были. Так написал-то малую часть. Дальше нельзя было, дальше к Петру в армию не пошли бы. И замазали их. Вот, то есть, проскользнуло кое-что. Может быть, сотая доля того, что хотел написать. Он совершенно несвободный был человек, как всего архиерея при советской власти. Тогда сказать одно слово, его уже смахили. Колокола переплавлять и проще на пушке. Ну, патриот, настоящий патриот, изверг был. Сына родного предал смерти, как Иван Грозный. И вот эта измена, труся себе обман, она докатилась и при Николае, и стукнула его. Он понимал, где это будет. И вот оно пришло здесь. Измена, все уже на католический лад шло. Католическое крещение признали действительным. Ну, а как же, жена его такая, только через миропомазание. Помешало бы, если она была крещеная. Александра Федоровна, я все говорю, Александра Федоровна. Алиса Александра в крещении. Ну, если бы крещение-то было. Переименовали, а как ей переименовали имя, когда крещения-то не было. И Федоровна, если он Фридрих. Как Фридрих вообще никакого отношения не имеет к православию. Как он Федором-то сделался-то? Или что, это имя похожее? То есть, все это, вот такая подгонка была. И вот это вот все, измена, он заметил в последний день, когда его коснулось, тряхнуло и пошел. Пошел под нож. Пошел на Голгофу. И это так все и осталось. Никуда оно не делалось. Никто в этом покаянии не приносил ни измену, ни трусость, ни обман. Вырастили целое поколение, вырубили. Их нет. Поколение за поколение вырубали смелые. Все целые, смелые. И кто об этом говорит? Никто не говорит депутат. Это один Жириновский, Владимир Вольфович. Как бы к нему ни относились, но он это говорит. Слой за слоем вырубали смелых, которые могли сказать, предложить. Поэтому самый хороший, это депутат и сидит, руки между коленами молчит. Хоть что-либо, только оклад получает не меньше, там 300-500 тысяч в месяц. Это все озвучено уже. Ну посмотрите, он говорит об этом-то. Но надо же понимать. На какую почту нас Господь вывел в этот свет-то? Ну маленько, можно хоть где-то сказать правду-то? Ну и вот дальше мне вопросы задавать нужно прямо на наш форум. Вконтакте не успевают модераторы брать. Иногда бывает много-много-много вопросов, ответов. И они что-то перекинут у меня на форум. Я отвечу, они опять перетаскивают туда. Вот посчитайте, о чем тут написано. Вот так. Ну и объявляю, что возьмите какие-то ролики и краткое содержание их нужно дать. Я выставлю потом. О чем? Ну надо все просматривать. Кое-что. Уже некоторые помогают. Я просто покажу. Это объявление. Просчитайте. У вас тут, когда движется, вы тормозите, уже будет видно. Вот так. И вот на нашем сайте вот это вот. Что есть? Вот надо перевести вот в эти семь каких, как сказать, даже не знаю, вариаций или как. Форматов. Форматов, что они могут просчитать. Как-то люди с телефона считают, не знаю. Ну и вот идут у нас занятия. Что интересно, вчера то ли ремонт там был на скайпе. Не мог соединить, Сергей уж. Соединили где-то, я даже не участвовал. Ну и вот. Надежда Тишли. Бедный Игнат Тихонович. Каждое слово его под контролем. Как он, наверное, устал от придирок. Господи, вразуми нас, чтобы о спасении больше заботились. Вот она сказала. А эти слова она могла кому-то сказать? Не знаю. Не знаю. А кому-нибудь Господь допускает вот столько, чтобы придирок было за каждое мое слово. Как я сказал. Грубо там. Да лучше бы я матерился, чем такие слова. Значит, не лучше достигло. Без матов обошлись. Да, строгие слова. Ты сын дьявола, враг всякой правды. Вот и все. Лицемеры. Господь, как я говорил, змеи по рождению хидины. Отец ваш дьявол. Обошлись без... Как говорят, лексики без... Не литературные. За каждым словом следят. А Господь знает об этом. Каждое слово под контролем. Я прожил при советской власти какое-то время. За мной следили. В 80-м году на Олимпиаду. Указание было в Москве Олимпиаду. Попрятали всех, которые с чем-то не согласны. Замечены были ГТ. И меня взяли, тоже посадили. Стихотворение там написал. Про Ленина. На работе было. Перехватили все это. Стоит в своем роте череп. По мету птиц подставил голый череп. Вождь атеистов сонмище иуд. Ну и клуб у нас есть здесь. Мир большой написал. Там камнепад Ху Лени. Припомните, как Вилл коварный Ленин об этих душегубках предсказал. Ну, она касалась это дело-то. Ну и выпустили. А теперь я знал, что уже мне они выпустят. Так просто. Все обошлось. Вывел меня оттуда. Привез домой полковник КГБ. Николь, он тогда был подполковник Юрий Михайлович. Матери моей дал обещание, что он меня возвратит домой. Ну и вот так вот. А второй раз арестовывают в 86-м. И до 86-го года я ходил все время с сумочкой. И в сумочке у меня лежало белье. Там сухарики. В церкви везде. Шесть лет фактически. Пять с лишним лет я проходил. Никогда я с ней не расставался. Дома ставили валенки. Домой все равно приведут, обыск будет. Галошами не трогать. Брат мне подарил пальто там, ну, БУ тоже, бывшее употребление там. Я его не трогал. Это я возьму в тюрьму. Все везде зашил. Вот сзади разрезы делает. Особенно где у женщин. Платье зашить всем. Это мерзость садомитов, которые придумали, чтобы вас позорить этим. Никогда этого не было, чтобы платье сверкало сзади. Отголял, оголялось. И я у баптистов, когда был отделенный, у них были свои братья, которые в тюрьмах были, и сказали, нужно все зашить сзади вот у костюмов, потому что придется спать на железе, это вам сгодится. Я пришел домой и сразу зашил до первого ареста. И мне это как раз сгодилось. Я благодарю Бога. Все было готово. Рукавички лежали. И когда меня пришли домой и привезли, я сразу переоделся. Они даже не поняли, то наделали не то. И потом мне это сгодилось на прогулку, когда выводили. Конечно, я промазал в одном месте. Было тепло, посадили-то. Я следователя упросил, чтобы он кое-что теплое унес. Он унес, а меня в морозилку бросили. Вот тут я и захался. Еще. Не верь, не бойся, не проси. А я попросил. Просить не надо было. Не надо. Они узнают, где мне больно, с чего я прошу. Именно туда теперь будут они все время бить. Ну и я едва не окончился в этом. Лежал у меня вот так под гора, сонношконки. Вот. Я ходил все время, и каждое слово мое ловили. Сейчас вспоминаю одно дело. У меня валенки с галошами, а уже лето. Надо сапоги. Сапоги не взял с собой, могли отнять. Теперь как позвонить? Ну, хорошее отношение с начальником тюрьмы, Соломин Александр Семенович. Очень здоровый такой мужчина. Ну, до того приятный. Он меня, никто ему не говорил, ничего, Господь Бог. Он меня взял под контроль. Вот некоторые моменты. Приходят. Ну, это, конечно, это КГБ меня поставили так. Потому что меня арестовали по санкции МГБ. Московское КГБ дало указание. То есть далеко было известно. И вот арестовали. Вот приходит Ульяновский Владимир Александрович. Это замполит по тюрьме. Улыбчивый. Хороший такой. У меня все хорошие люди были. Встречались. Он вышел. А что это в руках у вас? А мне кружку дали. А кружка там ее называется дрова-дрова. Рубашки все жгут, чтобы чай разогреть. Там под шконками. Там дымина такой стоит. Взял кружку. Как? Запулил ее по коридору. Еще чего? Руки пачкайте. В руки не берите такие. Я еще не понял даже. А когда пришли туда, начальник спрашивает. Все вам дали, дали. Дали, ну еще дали-то. Ну простыни. Какие простыни? Их ни у кого и нету. Он взял кружку. У него кружка такая алюминиевая, пол-литровая. По батарее постучал. Зашла женщина. А она, видимо, по этим, по хозяйственным делам-то. Ростная такая женщина. Так. Ему простыни почему не выдали? Так не положено же. Александр Семенович. Смотреть надо, кто перед вами. Женщина тихо. Кружку новой выдать. Дает, что попало. Так. Матрас хороший дали-то? Да какой там матрас-то? Еще нету. Как нету? Выдать все. И смотри маленько. И она после, когда меня в коридоре видел. Ну как ваше драгоценное здоровье? То есть, видимо, ей было неприятно. А я при чем здесь? Я и не просил это. Это уже сам начальник где-то. И мы с ним беседовали когда. Он спрашивал о вечности. И умер по-христиански. Начальник тюрьмы. Это было последствия. И вот он мне помог. Сапоги надо. Я сапог-то начал. Как дядь Щукарь говорил. Ты меня не трожишь. А то так вильнушь, что ты не знаешь, где я был. Так и здесь. Позвонить-то нельзя. Я говорю, позвонить бы с вами. Он говорит, ой, дорогой мой. Родной мой. Он говорит, ой, родной мой. Нельзя никак. Тут следят каждый. Ну, у меня в валенках. Так. Я сейчас, говорю телефон. Я набираю. И вы только быстро скажите. Быстро скажите, что вам поверили, что нужны сапоги. Ну и правда. Он набрал. Ну, неужели начальника так смотрят? Видимо, да. Я говорю, сапог нету. Принесите мне сапоги 43 размер. Ну и правда принесли. А там я не знал даже в подошве. Железная пластина такая, чтобы сапог-то выпрямлялся. Называются ступинаторы. Тут сразу у них свой сапожник. Оторвал. Это из них ножи делают. Кинжалы. Выдержал эти железки. Ну, пластинки такие. Ну и сапоги мне тогда отдали. Я все вспоминаю, что ни себя не обиходишь. Это все надежда напомнила об этом. И поэтому нападки на меня, которые на пределке. Ну, для того и щука, чтобы карась не дремал. И вот они нападают. Я хотел показать. Сегодня мы на молитве читали. Просчитаю. Что мы просчитали? Солом 45 стих. Вот смотри. Дальше. Так сначала... Да можно просчитать сначала. Господи, к тебе взываю. Поспеши ко мне. Вним ли голосу молений моего, когда взываю к тебе? Вот это главное было, о чем я просил Бога. Что был дух молитвы в тюрьме. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо твое. Воздияние рук моих, как жертвы вечерние. Вот об этом просил. День был разбит на 5-4, на 5-1,5 часа почти. Молитвы были у меня. Салтыр просчитывался за два дня, а Новый Завет за неделю. И дальше, как фимиам молитва. Среди табачного дыма молитва была пробиться как-то. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери устами. Огради, личного не сказать. Двое спорят, а я знаю, кто прав. И они обращаются ко мне. Нет, я скорее на молитву. Потому что если я отвечу за одного, другой враг будет. Нигде никогда не вмешиваться. Нигде никаких споров не разрешать. Говори только о Христе. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым. Это извинение дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. И да не вкушу я от сласти их. Вот понимаете, выучить надо. Вот всегда правда эти извинения дел греховных. Это особенно развито у православных. Любое греховное дело оправдают же как угодно. А это сказали, а такой-то там был. На любое дело, говорит, лопата жито найдется. Хоть про что не начни говорить. Вот тут вопросы задают. Ну почему у нас православие-то вот это есть? Ну потому что изменяют дела греховные. Убивают, посылают, благословляют. В Афганистан полезли. 14 700 трупов привезли только. Нужен он Афганистан был. И то теперь Афганистан отпевает и все по поводу. У них не фимиама, может, не молитва совсем, а дым, как ведение Ану Кронштадтскому. Жабы из чаши на престоле. Пауки и гады. Вот какое ведение было. Дальше. Пусть наказывает меня праведник. Пусть обличает меня, пусть. Это милость. Милость. Пусть обличает меня. Это лучший елей, который не повредит голове моей. То есть если бы мне правду-то говорили, как это? Я все время ролики ставлю. Ну обличи меня, скажи, ничего нет, придумывают-то. Дальше. Но мольбы мои против злодейств их. Вот так. Мольбы-то мои, они злодействуют. И мне отвечать-то и некому, и прочее. Тут интересно. Я покажу, тут одна душа нашлась, и как она охарактеризовала это. Вот. Я к этому возвращаюсь. Дальше. Ну вот, разумеется, о спасении будет. Да нет, о спасении. Которые нападают, я знаю, они не молятся. Иначе в них времени бы не было. У меня времени нет. Даже сейчас я на пенсии. Времени нет абсолютно никакой. Я уже сжимаю. Ужимаю. Почему? Минимум 7 раз в день встать на молитву. Каждая молитва тресвятое и 100 поклонов. Понимаете, что? Ну и занятие, ответ. Это невозможно. Не молятся они. Это уже доказать не надо. И вот пишет. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Мир вам. Хочу узнать у вас, в курсе ли вы, что неделю назад, буквально два дня подряд, в храм Николая Чудотворца была выстроена людская очередь, аж до почти до перекрестка с улицы Чкалова, чтобы помолиться и поклониться Святой Матроне. И как вы этому относитесь? Матрёне, видишь, как по-русски Матрёне. Вот как относится? Это Юля какая-то пишет. Почему я должен отвечать на это? Я никак не пойму. Как вы к этому относитесь? Я вообще к ней не отношусь. На поклонение никогда туда не пойду. А зачем? Я верю живому Богу. Ну, на Святая и Святая. Я это не опровергаю. Может и так. И главное, мне говорили, когда, говорит, ее канонизировали, такая комиссия, которая в канонизационную входит. Чего не знает. На небе были, в канцелярии, говорится, Божьи, рылись там. И она обличала священников очень строго. Сказали, эй, не пойдет. Они, говорит, стаду вычеркнули это. То есть все стилизованное, все подогнанное. И люди идут об этом. А Матрёне об этом, Матрёне-то, Осипов хорошо сказал. И о чем? И вот ходите на могилку, молитесь. Это не гордыня, не прелесть. Она людей-то ко Христу не направляла, а к себе и ко мне. Я буду слушать, я буду говорить. Это богиня, богиня настоящая. И вот Осипов Алексеевич, он это все об ней правильно говорит. Какие просьбы, жениха надо. Еще что-то потерял, нашел. Никак я не отношусь. Вообще не отношусь. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Меня зовут Андрей. Я из Новокузнецка. Давно смотрю ваш видеоканал на YouTube. В одном из роликов вы просите привести страницы сайта с книгами в разные форматы. PDF, VOTXT. Я хотел бы вам помочь в этом деле. Если еще актуально, напишите мне, я вам обязательно помогу. Помогите обязательно. Актуально. Зайдите в личное, в моем мире, найдете. В моем мире удобнее всего мне пользоваться. Александр Русский. Уважаемый Игнатий Тихонович, посмотрите и прокомментируйте. Цитата. Предлагаем вашему вниманию творческие вещи русского православного писателя Юрия Воробьевского. Масонство и священная история. Который состоялся 4 марта 2016 года в городе Москве. Это вот где. Понимаете, вот мне говорить об этом, он просто не знает. Я 14 лет занимался этой темой. Называлось М1, М5. Пять пленок. О масонстве, о протоколах. И я обработал всю дореволюционную литературу по этой тематике. Всю советскую. А советской много было. Очень даже много. И зарубежную. Этой темой особенно сильно занят был Дмитрий Васильев. Председатель общества память. Была такая. В Москве в свое время говорили. Он здоровый такой, крепкий мужчина. Не знаю, своей ли смертью он умер. Мне трудно поверить. Этого грузина, когда арестовали, тоже не своей смертью умер. Там найдут это. Кто связался и говорил в глаза этим людям, то они его без внимания не оставят. Я говорил, но говорил не против них, а им открыть. И это все озвучивалось. И считал, помогал мне Яковлев, Геннадий Михайлович, ставший потом георомонахом Григорием, которого Кришна повелел голову отрезать. И он ему отрезал. Один из последователей его в Туре слышали об этом. И он голову отрезал, вошел в алтарь на престол, обошел и бросил. Вот он начитывал его голос. Это все стоит на нашем сайте. Сайте, я покажу где. Зайдите и послушайте. И как Юрий Воробьевский, он лично не встречался, но вижу, как он увлекся. Я знаю, как он постепенно, как выпускал. И как, наконец, стал называться уже писателем, русским, православным. Все это творческие вечеры. Так вот, этот Василий, хотел сказать, я в Москву, когда пришел с ним, еще не знакомы были-то. Ну и разговариваю с его сотрудниками, еще с ИСОЕ вместе они были. И он заходит ко мне сразу. О-о-о! А я еще в коридоре был, услышал, не поверил. Думаю, что мы же все время ваши пленки слушали про это, вот о чем он говорит здесь, о масонстве и прочее. Нам всегда казалось, это голос с неба говорит. Это тоже чего-то стоит. Как Энгельгард, основатель монархического общества здесь. Мы на снимке с ним, я в Москве когда был. Это из прошлого все. Так что Юрия Воробьевского я знаю, он то по мощам, то где-то что-то ездит. И новое, я ничего у него находить не могу. Ничего, совершенно. Это тема, он увлекся, как и нэ-нэ-нэ-нэ-нэ. Он не проповедник, не миссионер. Меня интересует это. И поэтому я проповедник, миссионер, мои проповеди, попросил прислать в переписки. Я Николаевич Пести, радиокомментатор, радиопроповедник из Хельсинки, там где он был, протестантский. За него меня судили даже. Вот это меня интересует, а это меня не интересует. Все уже в прошлом. Так, и вот ролик один выставили. Вопросы о церкви, вере и спасение 8 марта 2016 года. И выставил Сергей Козлов, парализованный конописец. Это наша беседа с ним. Я тоже выставил сам, что записалось. А он как там, он оформляет. Ну он оформляет вообще талантливо. Я ничего, ничего не умею делать. И от корки до корки, вчера его прослушал наш разговор. Во время разговора я еще не знал, что так будет. Вот это, прослушайте, не пожалеете. Какой у нас был разговор, какие он вопросы задает. Об отношении тех, которые на меня нападают, он высказал. Его тоже уже бесноватым считает, за то, что со мной знаются. Ну, не годится же это. То есть вот, как будто бы демоны какие-то шевелятся. Все бесы, бесы, бесы. Сейчас выступает тут один священник. Два беса встретились. Патриарх Кирилл стоит и папа. Видите, до чего можно дойти? То есть он может доказать, что они бесы? Нет. Ну а где, конечно, там злословие-то? Нигде нет. И что у него есть? Ничего нет. Стоит один там в храме, иконы висят один. Никого показать не может. А патриархе можно только молиться, помогать. Вот я, как дальше. Макс Герасимов, ребятушки, подскажите. Ребятушки. 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 Да то еще в самом деле-то. Ну пусть ребятушки. Подскажите, где и как можно приобрести книги Игнатия Тихона еще не скачать, а именно приобрести книгу. Филипп Дания. Здравствуйте. Дания, Дания, Дания. Дания. Дания, страна такая, Дания. Никитушка. Дания, ну что ты меня? Здравствуйте, Игнать Тихонович. Простите за беспокойство, но хотел спросить, почему вы назвали последний ролик «Наш с вами далекое станет ли ближе?» Видите как? Название даже и то людей интересует. Вот нужно быть все время вперед смотреть. Интересно. Я отвечаю. По содержанию дается и название. А с чем-то вы не согласны или есть лучшее предложение? То есть если лучшее предложение я заменю, я могу это сделать, как мне это, там есть такая система, что открывает и он отвечает. Я просто не понял, это как бы диагноз мне, что я далек от истины или что-то иное? Никаких претензий. Вот смотрю сейчас видео, на этот раз быстро выложили. Понятно? Два здесь ролика есть, там я ему говорю, что в чем я виновен, там и такое, ну покажи, обречи и прочее. Хороший разговор, но что его интересует, это уже чего-то значит. Видите, какой вопрос и как он выложил его. А просто так, это ничего не значит. Пишут стихотворения. Какие стихотворения? Надо же писать такое, что бы интересовало, трогало. Да. Я ничего не добавляю, а вживую выставляю. Разговор шел разным, и потому название дать краткое, которое вместится в строку, и чтобы отвечало на все вопросы непросто. Ну понятно, спаси Бог. Один из вопросов в разговоре был о семейном вашем положении. Я тогда поясняю больше, видите, как переписка уже началась. И конечно же самое лучшее, остаться одному, не жениться. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода. Остался ли без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковы и будут иметь скорбь по плоти. А мне вас жаль. Дальше. К этому вопросу, может, и было отнесено, возвратитесь ли в лучшее, в служение Богу по полноте возможности, в неженатом состоянии навсегда. Далекое ли станет ближе. Видите, какой смысл заложен здесь. Вот так из стихотворения, когда пишут, в них должно быть заложено то, чтобы человек жалел, почему я раньше этого не знал. А когда пишут, никакого ни откровения, ничего нет. Филипп, ах, вот оно что. Ну, спасибо Бог за разъяснение. Просто видео, данный вопрос не включен. Прошу ваших молитв обо мне и моей семье. Если вспомнить вам, просто я в некотором роде сел на миле, никуда не движусь, во всех отношениях. Ладно, вы, видимо, заняты, пиши тут. Не вышел. Вот так вот сверху нажми, вот так, глянь на меня, Никита. Ну, я так и сделал. О, молодец ты, давай. И тогда щихания не будет. Я раньше имел общение с датскими яговистами, парой человек до того, как родился ребенок. Я их приглашал раз в пару недель, и мы общались на религиозные темы и политика социальная. Им, видимо, нужны часы миссионерские, а мне нужно общение на религиозные темы для своего английского языка. Мы общались пару лет. Я много изучил информации об этой организации. И я им рассказывал о православии и пользуюсь своим бескультуре в сравнении с ними, а их вероучение слушал мало. Ну, в общем, была дружеская полемика. Я вот хочу их пригласить еще раз. И решил вас спросить, интересно ли вам, если будет время, чтобы я позвонил в момент общения и поговорить на английском с ними. Если, конечно, все совпадет по времени и так далее. Если вам это не интересно, то, возможно, вы можете скинуть мне тут по скайпу главы стихий из Писания, которые могут служить оружием против их вероучения. Желательно побольше, потому как многое я сам находил ранее. Спасибо. Какой разговор. Переписка вот такой, я встречаю, вступаю не всегда, потому что времени много надо на это. Игла. Если бы они понимали по-русски, то теоретически с ними можно было бы поговорить. Но они никогда не идут на беседу. Там закупорено тьмой до покрышки, под завязку. Они даже и не секта, а стопроцентная ересь от сатаны. Филипп. Да, это наши такие. Это в России такие, он говорит. Но эти, вменяемые, даже соглашались со мной в некоторых вещах и многозначительно задумчиво молчали. И соглашались на мои высказывания и ходили ко мне без отказов. Часов 80 потратили. Ничего себе. Даже Достоевского согласились почитать. Карамазовых и главный, если найдет. Не понял, Карамазово по Достоевскому или фамилия этого? А я отмечаю. Нет, они такие же, как и здесь. Просто ваши более хитрые, более лукавые. А вы там стали более простофилией, чем были недотепой дома. В России. Дальше. Филипп, я даже в их подстрочнике Диаглоте находил противоречия с их переводом Нового Мира. И он потом больше не давал мне Диаглот. Если можете конкретно в Писании, что противоречит их толкованию? Игла. У них нет ничего, что сходилось бы со Святой Библией. Почему они ее просто выбросили? А написали книжку под названием «Всемирного перевода», то есть «Всемирной порчи». Когда добро переводят в... Филипп, за простофилию благодарю. Насчет перевода Нового Мира согласен. Я имею дома на русском и многое сверялся на дальнем. Сидел, находил, рассказывал. И этот иеговист сам попросил у меня, когда увидел две Библии. С 70-летней давности на датском. Которые я вытянул из мусорного бака в комиссионном магазине в Дании. Игнат Тихонович, вы недооцениваете людей. Сколько в сети видео иеговистов, и вшедших из организации, начинавших ставить себе вопросы. Я вот был в Украине, на улице подошел к иеговисту, раздававшему книги. Сказал несколько слов, что услышал от вас в ваших видео. Потом пошел в туалет, попросил подождать его. А когда вернулся, то он убежал. Вот он такой же. Ну и как раз и доказал, что они такие же. Хотя, вероятно, вы правы, Игнатий Тихонович. Благодарение Господу, Наталья Яникеева. Какая-то, давай. Приветствовался, Игнат Тихонович. Не могу не написать вам. Зовут меня Наталья, мне 54 года. Живу я в Самарской области, город Отрадный. Верующая 5 лет, МСЦ, Ивангельский христиан-баптист. Вот так две недели вышла на ваш сайт. Поначалу заинтересовалась. Неужели на здесь земле есть такое? Деревня, где все с благовением и в страхе Господнем живут. Он старается, трудится для славы Его. Оказывается, есть. Слава Господу за всех. У Бога случайностей не бывает. Даже то, что я вам пишу. Заслушиваюсь до 2-3 часов ночи. Во как. Не могу оторваться от ваших выложенных видео. Видите, а другие терпеть не могут. Каждое видео подыскивается в каждое слово. Ну, разная реакция. А почему тогда она находит это дело? Теперь ее на ней искать будут и заливать. Да вы кого слушаете? Бес это говорит. Это демон говорит. Он в аду будет. Я даже знаю, какая у них терминология и что. Ну, еще это сейчас Великий пост. Я вчера говорил, прошу прощения. Давайте все это закончим. Вам ничего не взять. Ну, ясное дело, что вы крошите зубы свои только. Прослушаю ваши беседы в скайпах. Всегда считала, что православие это так себе. То, что видела в храмах, конечно, меня не устраивало. Бога не находила там. Но, оказывается, дело совсем оказалось не в них, а во мне. Вот, видите, она посчитала, прослушала наши, ну, полезно или не полезно смотреть наши ролики-то. Даже ради этой одной души стоило. Но Бог показал мне через вас, что я глубоко ошибалась. Вот вас. А через вас, которые на меня нападаете, на наше дело-то, что он покажет-то, Господь? Ничего не покажет, кроме ваш дикий звериный оскал, зла смрадия дыма изо рта, который идет, как у змея Горыныча. Ну, я так уже представляю. Ну, зачем это все нужно? Хотелось бы поговорить... Я раскаял еще раз, видите, как. А, раскаял еще раз в этом. Хотелось бы поговорить в скайпе, но пока не готово, чуть позже, попозже. Наберется порядок вопросов, тогда Бог сам укажет. Нашла ваши проповеди. Сейчас вот уже 12.15, а мне не хочется выходить с компа. Но надо служить своим домашним. Вот как еще. Сегодня слово... Зазомбировал ее заочно. Не я такую энергетику вложил в свои проповеди, а проповедители на нашем сайте, мои больше тысячи. Сегодня слово мне было от Господа. Львы рыкают, одовыщен. И Псалом 103. Работе. Особенно работе на Божьей Ниве. Наплакались мы с одной сестрой, помолились. Слезно, конечно. Слава Господу за Божью заботу о всех нас. Заботится Отец наш о нашем духовном состоянии. Как мы стоим. И предупреждает меня через вас. Словом своим привет. Всей вашей общине. Я вас всех люблю. Будьте благословены. Словом своим. Слава Господу за все. С уважением, Наталья. Видите как. Дальше. Тут еще одна. Одна. Вот я про это хотел сказать. Которая нападает. И к чему привело? Лапканутая в кавычках. Вместо церкви, Библии, проповеди, их центр жизни стал некий Лапкин. Вот и стали не христианами, а просто лапканутыми. Да стукались. Лапконосина там. Или как они придумывали-то. Ну неужели история, говорит, поставит все на свои места. Что-то про это толковать. Вот наш лист. Вот сюда пишите, когда нужно. Это в моем мире. Очень удобная система. Ее сильно укоротили. За мерзости люди писали. Представьте. Можно было одновременно посылать большие тексты и 12 фотографий. На 10 тысяч человек. Одной нажатием кнопки. Вообще удивительно. Но сейчас все урезали, ничего нету. Они тоже там покоряются кому-то. И вот здесь посмотрите, какие у нас. А это моя фотография в 23 года, когда я обратился к Богу. Видишь, какое здесь надо смотреть. Тут стихотворение. Ну и вот дальше на наш форум зашли мы. Юлия, ученик, люблю моего Толеньку. Непонятно. С маленькой буквы. Дальше. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Хотелось задать вам вопрос. Православная семья должна жить отдельно от родителей или нет? Как вы думаете? Какая возможность? Раньше жили с родителями, пока не оперятся, как следует. Когда бабушки в доме с мучатами есть, и вы более свободны. Как одна мусульманка говорит, я не первая жена. Это очень хорошо. У меня ребенок сейчас, который первая жена, она вводится. Я могу куда-то пойти. Это так здорово, когда я не первая жена. А тут родители говорят. Тем более православное. Всегда так было. Виталий Удовиченко. Вот он. Что-то раздеты, что ли? Ну, конечно. Ну, на жарах какая-то, видать, большая. Ну и дальше вот он... Прочитайте, что он пишет. Я тут не буду. Он задает вопросы, отвечает за вопросы. Хорошие вопросы, видимо. Вот. Котят тут какие-то показал. Что думаешь? Еще. Андрей Копытин. Вот и как. Вот стоит женщина с правой стороны. Никогда не ставьте ее с правой. Только с левой. Это как-то писал, кажется, Мороз. Встреча была с бывшим казаком. Это годы советской власти. Восьмидесятые годы. В огоньке. Фотографировать он стал. Ну, мне надо, чтобы жену сфотографировать. Он, Ульяна. Ульяна, пижемы. Она говорит, а можно я вязанку надену? Там интересно запомнилось. Ну, то кофту. А я, говорит, не успел ответить. Он кивнул головой. Уже она выбежала, уже в это. И встала справа. Он, Ульяна, где твое место? Вот это. Вот, когда собак дрессирует, то ли я по левой, вот так вот, что-то, вместо, и она должна бежать и сесть в место. Так, собаку дрессирует. А тут жену не могут дрессировать-то. И она мигом, говорит, только я гляжу, она уже с левой стороны встала. И он, видя, что я что-то не понял, он говорит, с левой стороны должна быть шашка и жена. А правая, чтобы свободно было махать. Ох, кажется, как он. Корреспонденты говорят, я и не знал. Так что переставьте эту красавицу, и будет хорошо. Дальше. Патриарх Кирилл. О встрече с папой Римским. Диазапись, 7 минут. Патриарх Кирилл. Ну, это я читал, слышал. Елена Гурьянова. Добрый день, посмотрите, пожалуйста, это короткое видео. Что вы думаете по этому поводу? Древнейшее вы начали. Не думаю, не смотрю короткое. Даже не смотрел сегодня утром. Не успел. Сергей Игнатов, 35 лет. Тултула, Москва, Россия. Игнат Тихонович, здравствуйте. Как вы относитесь к преподобному Сергею Радонежскому и Серафиму Саровскому? Ну, почему интересует людей? Как я отношусь? Ну, а почему дальше? А Матроню спросили? Объяние Кроштал. Телефон звонит. Слава Иисусу Христу! Как я отношусь? Ну, как Сергей Радонежский. Святой, Серафим, Святой. Каждое утро мы молимся, поминаем их молитву. Просим их заступничества. А отдельно о нем говорил я Сергей Радонежский. Если он иноков благословил, и они стали воинами, канон говорит, ему нужно немедленно было запрещать служение и наказывать его. Самым суровым образом. И все, больше мы на него не ссылались. Серафим Саровский. Серафим Саровский сказал фразу, который нужно взять за смысл жизни, стяжание Духа Святого. В чем смысл жизни? Стяжание Духа Святого. А то, что его мощь, я в это не верю, что его мощи там обрели. Все это выдумка. Вот и маленького башка делают это, не согласен с этим. А он святой на меня, молюсь каждый день. Вот это наш видеоканал. Вот 4200 наших видеороликов. Сколько посетителей? Два посетителей тут. Рассмотр 2 миллиона 235 тысяч 30. Видите, все-таки кто-то приходит, смотрит здесь. И вот здесь есть, если толкнуть, главное нажать вот здесь вот. То вот здесь вот каждый день выставляют жития святых. Я в 80-х годах насчитал, а тут нашелся добрый человек, специалист. Видимо, очень понимает. И вот жития святых, но я их перетаскиваю и в мой мир. А вот это вот наш сайт. Посмотрите. Вот здесь проповеди. Вот книгу проповедь открывается. Вот сейчас только мы говорили, там жена ссылается на проповеди. Сколько проповедей? 1136 проповедей в храмах Барнолу потеряют. Это почти по полчаса каждая проповедь. Вот я стою в храме и проповедую. Я чтец. А вот там дальше, видать, это вот это вход в алтарь. А это над иконами ласточкины гнезда. В храме они щебечут. Это видно где. Тут занятия в Потеряевке были, которые 123 занятия по тематике. Там инструмент, дорога, дома, гости, погода, птицы, скотина. И все, что об этом говорит Святая Библия. Здесь аудио Библии, которую я насчитал. И стихи, которые в аудио там ездят. Вот я показал. Если ткнуть, опять же, к истину православия. Вот посмотрите. Вот эта книга, над которой я работал 40 лет. Вот вообразите. 40 лет целенаправленно подбирал материалы. 40 лет. Вот чтобы перевести на вульгату, вульгата на латинский язык, Иероним Стрельдонский потратил практически 30 лет в Вифлеемской пещере. Изучить надо было язык. Слово к слову подогнать, чтобы все как было. Вот как люди тщательно работают. У меня 40 лет ушло. По букве собирал. Сказал Златоуст на эту тему. А что он сказал конкретно о крещении? 12 томов. Почти по 900 в стране с каждой том. Жития святых 12 томов. Какой святой сказал на эту тему? Именно по теме. 1136 житий. Вот я открываю. Крестному православию. Вот какие темы. Просчитайте. Это в нашей книге. Второе издание вышло. Вот обрадобрить. Вот здесь табакокурение показывают. Благовестие. О сне. А на русском языке. Как избирать духовника себе. Вот эта книга есть еще у меня. Но второе издание со цветными фотографиями. Она 500 рублей кажется стоит. Вот. Я не рекламирую. Потому что книги у меня малым тиражом. Уже практически к концу подходят. И вот здесь есть такое. Вот. Говорю любите врагов. И наконец гордость папства. Вот она где. Вот с сегодняшнего дня я начну выставлять эти ролики. Потому что с папой встречались. Второй материал это человекоубийство и ложь Ватикана. И третий. Патимская весть. Там явление Божьей Матери. Трагедия или надежда. Какая страница вот где указана. Вот. Если вот нажать допустим. Что тут? Гордость папства. Гордость папства. Вот она гордость папства. Жирным курсим это места священного писания. Я работал с редкими книгами по католицизму. Он сначала не знал даже где материалы взять. И вдруг материалы пошли. О католиках. Там Зюзин, Зыкин там какие-то еще были. Тысячу с лишним страниц из-за рубежа привезли. Напечатанные. Материалы очень и очень редкие. Тем более все это в одно объединить. С житиями святых. Ну я думаю что такого материала практически нет. Такого полного. О католиках. Вот. Здесь это все найдете. Другая для Слова Божия нет вуз. Это как бы биографично. Из одних документов. Что о нас писали. Где за границей. Здесь. Это книга. Для Слова Божия нет вуз. Это 752 страницы. Книги большие. Много фотографий цветных. Это тоже два издания уже было. Это второе тоже издание было. И Новый Завет с толкованием. Тоже второе издание. Вот этой книги вышли вторым изданием. Новый Завет с толкованием. Три тома по 752 странице. Полное толкование с откровением. В одном экземпляре. Ну что три книги неразрывно. Это впервые за 2000 лет вышел такой материал. Обычно доходит Феофилакта Боженного. И заканчивается откровением. А то где-то отдельно. Здесь вместе. Откровение по всем святым отцам. Вот это вот. Материал. Ну а здесь видео у нас где. Фотографии. Стихи. Даже вот стихи. Вот я нажму. А что стихи? А вот стихи. Пожалуйста. Которые на песню положены. А вот еще четыре тома у меня стихов. Четыре тома. Каждый том по 800 страниц. Каждое стихотворение 9 куплетов по 4 строчки. 36 строчек. Эпиграф. А на страничку входит только 42 строчки. В нашей книге. И вот это уже мне никогда не издать. Итак. Восемь. Так. Сколько получается. Ну где-то по 160 страниц светных фотографий подготовлено. О нашей миссионерской поездке. Если бы нашелся кто-то, помог издать. Ну пока никак не издать. В аудио стихов 270 насчитал. Ну больше. Теперь уже больше намного сделано. Вот я показал что означает наш сайт. Вот это вот здесь. Это книги. Вот я откнулась сейчас. Вот идут книги. О чем они? Скачать можно. Говорят, что это первый том не скачивается. Я не знаю. Сборник стихов. 4 тома. Видите. Это наш сайт. Он очень богатый. И здесь вот написано. Звук и видео. Вот я воткнул. Звук и видео. И что здесь? Библия насчитанная полностью. Но это в советское время. Повторная. Повторная. Архипелаг Гулаг Солженицына. Теория творения. Святого Иоанна Златоуста. 12 томов. Жития святых. 12 книг. Добратолюбия 5 книг. Отец Григорий Девченко. 4 книги. Разный доходный материал святых отцов. То есть 50 примерно книг в аудио начитано. Чтобы одним голосом столько было начитано. Но это что? Это вот трех томник. Это у меня Архипелаг Гулаг. Сейчас его издают одним томом. Мелко. Это крупным. Три тома. Имка Пресс из Парижа. Это мне подарок такой. Я их вот повторно теперь на компьютер насчитал. Ну, зарядите. Архипелаг Гулаг Лапкин. Вы прочитаете. Многим нравится. Иногда бы сам не прочитал. А так на дисках прочитал. Ну, и благодарит. А другой. Да он считает ударение неправильно делает. Да его к стенке поставят. Расстрелять его мало. Ну, то есть вот такие отзывы. Ну, не расстреляли. А другой говорит. Настоящий зэк считает. Считает сейчас. Говорит. Там какой-то музыка. Говорит. Это мне не идет. Это считает. Видно, что зэк. Каторжник. Он считает с переживанием все это у него есть. Ну, действительно, это так. Вот. И вот. Который я говорил. Какие другие духовные материалы. Какие фильмы у нас сняты. Вот все найдете. Заходите. Во свете Библии. А вот здесь нажать. На форум на наш. А здесь на видеоканал. Я нажму сейчас на форум. И уже на первую страницу вылетели. Вот он. Нажал я его. Вот он наш форум. И дальше как зарегистрироваться. Что есть вот с левой стороны здесь все данные. Вот она идет где. Это помог талантливый человек Сергей Козлов. Как правильно оформить все. Никогда бы мне это не сделать. Ну, так можно работать. Я работаю. У меня фактически 3 или 4 профессиональных программиста. Которые работают программистами в городских структурах. Краевых даже. Вот. Я опять возвращаюсь назад. И вот здесь найти можно что-то. Вот здесь. А деревня нашей. Ну и все остальное. Вот на этом сегодня, я думаю, можно закончить. Все. Не думайте, что я не хотел отвечать. Я просто не успел посмотреть ролик. Да никакой роли не играет, как я думаю об этом. Во славу Божию на сегодня. Сейчас перейдем к теме католицизм. Гордость папства. Обязательно прослушайте. Заранее говорю, такого материала о католиках нету в интернете. Нигде. Я не против католиков, а именно показать, что они себя представляют. И можно ли объединяться с ними. Материал написан не сегодня. Он в книге «Кристину православия». Все.